При употреблении белорусом этанола в пищу он попадает в головной мозг объемом 1400 кубических сантиметров, вследствие чего у белоруса возникает временное состояние эйфории. Для того, чтобы получить некоторый объем этанола и достичь состояния эйфории, Василий затратил часть своей энергии на выкапывание картофеля на земельном участке Викторовича. Однако, за подобные затраты своей энергии на агропромышленном предприятии с Василием расплатились не этанолом, а деньгами. Следовательно, деньги являются эквивалентом этанола, который белорус может получить в обмен на затраты своей энергии. И которые, в свою очередь, можно обменять на другие вещи, к примеру, картофель или сам этанол. При высоких дозах употребления этанола в пищу белорус теряет способность к прямохождению, к пользованию всеми 1400 кубическими сантиметрами объема своего головного мозга и даже может потерять паспорт гражданина Республики Беларусь. Временная утрата одного или нескольких отличительных признаков белоруса может привести к конфликту с другими белорусами, а также с внутренними органами Республики Беларусь. При многолетнем употреблении в пищу этанола может произойти конфликт с внутренними органами самого белоруса, в результате чего некоторых белорусов закапывают в землю в более раннем возрасте. Нежелание некоторых белорусов быть закопанными в землю в более раннем возрасте побуждает их обращаться с жалобами на свои внутренние органы в органы здравоохранения, где этанол используется в исключительно терапевтических целях. Поминки по белорусу, закопанному в землю, в отличие от дожина, редко вызывают эйфорию, но также являются поводом для употребления этанола в пищу. Для облегчения процесса употребления этанола в пищу его разбавляют водой, ароматизируют, подслащивают сброженными соками и добавляют пищевые красители, получая в результате алкогольный напиток, известный белорусам как чернила. Чернила. С давних времен использовались белорусами для письма. Именно чернилами пользовался первопечатник Франциск Скорына. Благодаря чернилам становится действительным паспорт гражданина Республики Беларусь. Однако эти чернила не употребляются белорусами в пищу, так как они не содержат этанола для удобства распознавания чернил, содержащих этанол, и, следовательно, пригодных к употреблению белорусами в пищу, их разливают в стеклянные бутылки объемом 0,5 или 0,7 литра. Республика Беларусь является мировым лидером по производству и употреблению чернил, содержащих этанол на душу населения. Главным источником энергии для жизнедеятельности государства и его органов является энергия, которую Республика Беларусь получает непосредственно из Беларуса, в частности, из Викторовича и его семьи. В настоящий момент Викторович отдает свою энергию Республике Беларусь, занимаясь подготовкой своего города к празднику Дожинки, которые являются поводом для массового употребления этанола в пищу. Жена обменивает деньги, которые являются эквивалентом этанола, на другие вещи, к примеру, картофель, радионуклиды и сам этанол. Сын охраняет общественный порядок Республики Беларусь, в том числе порядок употребления этанола в пищу. Дочь использует этанол в исключительно терапевтических целях. Викторович – белорус, поэтому, в отличие от картофеля и государства, он имеет мозг, способный испытывать состояние эйфории. Поэтому для того, чтобы извлечь из Беларуса необходимое количество энергии, государству необходимо воздействовать на его мозг. К примеру, деньгами, которые являются эквивалентом этанола, который, в свою очередь, вызывает временное состояние эйфории. Различные способы извлечения энергии из Беларуса путем воздействия Республикой Беларусь на его мозг называются белорусской государственной политикой. Всю свою жизнь Беларусь находится под присмотром Республики Беларусь, которая следит за тем, чтобы у белоруса было достаточное количество картофеля и этанола, заботится о его внутренних органах, а также оберегает мозг белоруса от воздействия паразитов, например, оппозиции. Эффективность воздействия на мозг белоруса деньгами, этанолом, либо иными доступными государству способами демонстрируется на выборах государственные органы Республики Беларусь. Выборы Это праздник белорусов с предъявлением паспорта гражданина Республики Беларусь и употреблением этанола на специально оборудованных избирательных участках, на котором белорус выражает согласие со способами государства извлекать из них энергию. Те белорусы, которые не согласны со способами извлечения энергии государства и отказываются во время выборов принимать пищу этанол на избирательных участках, направляются в специальные закрытые участки, где внутренние органы Республики Беларусь воздействуют на мозг белоруса, а также его внутренние органы без использования этанола. Беларусь, из которого Республика Беларусь не может извлечь необходимое количество энергии, закапывается в землю Республики Беларусь. Республика Беларусь Республика Беларусь Тер Marie Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok